Заседания Объединенной Контрольной Комиссии очень редко проходят без проблемных вопросов. Их решение обычно затягивается надолго. Сегодня камнем преткновением стала повестка дня. Ее обсуждение продолжалось около шести часов. Приднестровская сторона, она вела заседание, настаивала на включение в повестку докладов об обстановке в зоне безопасности за январь нынешнего года. В них идет речь о происшествии на 9-м миротворческом посту 1-го января, а также о последовавших митингах протеста и беспорядках. Однако молдавская сторона отказалась обсуждать эти доклады. Причина – они не подписаны старшим войским начальником от Республики Молдова. Это опасный прецедент. Я еще раз говорю, что в таких случаях может и Приднестровская сторона когда-нибудь, когда для нее что-то будет нелицеприятным, отказаться подписывать доклад Объединенной Войной Команды. Таким образом формируется, скажем, механизм, который позволяет уйти от острых углов, уйти от тех моментов, которые должны быть в рамках Объединенной Контрольной Комиссии, для того, чтобы не создать прецедентов осложнения обстановки в зоне безопасности. В ходе манифестации граждан Молдовы у миротворческих постов была разрушена инфраструктура – шлагбаум, дорожные знаки и бетонные блоки. Молдавская сторона не хочет ее восстанавливать. Тем самым создается угроза безопасности миротворцев. Данный вопрос пока так и остается нерешенным. В то же время сегодня Объединенной Контрольной Комиссии удалось согласовать дату проверки состояния совместных миротворческих постов и их готовности к несению службы в весенне-летний период. Инспекция пройдет 10 мая на южном участке зоны безопасности. Это определенная динамика, которая позволит нам все-таки содержать нашу инфраструктуру совместных миротворческих сил в достаточно удовлетворительном состоянии. Ремонтируются вагончики. Сейчас я знаю, что заказываются новые в этой части вагончики. Будет, как говорится, в этой части уже обеспечено какое-то определенное условие в рамках самой инфраструктуры миротворческих сил. Все это будет способствовать дальнейшему успешному продолжению миротворческой операции. А уже на следующей неделе совместные миротворческие силы проведут традиционные учения. В ходе боевых тренировок миротворцы будут отрабатывать слаженность действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Андрей Малеван и Дмитрий Глухенький. Первый республиканский телеканал.